Здравствуйте! Эфир продолжает программа события. В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В приоритете социально-экономические задачи и реализация проектов. Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина приняли участие в съезде Ассоциации муниципальных образований Самарской области и подвели итоги работы за прошлый год. Научные разработки – залог будущих побед. На Самарский завод «Прогресс» доставили новые установки для производства более легких ракет. Вернули награды потомкам. В Самаре восстановили утраченные медали Героя Советского Союза. Ветераны журналистики, преподаватели и студенты вузов почтили память ушедших коллег. В скорбном списке областного союза журналистов – 506 имен. Самарские теннисистки выступают на престижном турнире в Риме, а гандболистки «Лады» проиграли первый матч полуфинала Российской Суперлиги. Подробности в нашей спортивной рубрике. Самый близкий к населению уровень власти. В Самаре прошел 17-й съезд Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области, председателем которой является глава города Елена Лапушкина. Она представила доклад об итогах работы органов в 2021 году и о развитии местного самоуправления в области. В заседании принял участие и глава региона Дмитрий Азаров. Подробнее в сюжете. В прошлом году усилия муниципалитетов были направлены на решение социально-экономических задач и реализацию национальных проектов. Об этом в своем докладе на 17-м съезде Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области рассказала председатель организации, глава Самары Елена Лапушкина. Всего в области было введено в эксплуатацию 44 объекта капитального строительства, среди которых школы, детские сады, спорт-объекты и дома культуры. Благоустроено 163 общественных пространства и 318 дворов. Обновляются трассы и городские дороги по всему региону. В прошлом году, на полтора года раньше запланированного срока, завершилось строительство моста через реку Сок. Работу велись по национальному проекту безопасной и качественной дороги региональным министерством транспорта. Новый год позволяет решить проблему узкого горпуска на выезде с Красногринского шоссе, на региональную и федеральную сети автодорог и играет важную роль в развитии самарско-социальческой агломерации. Успешно продолжает действовать губернаторский проект «Содействие», который был введен в работу при помощи ассоциации. Организация проводила обучающие встречи для жителей городов, где разъясняли механизм участия в проекте. В прошлом году реализовали 306 идей. При этом муниципалитеты региона дополняют проект и своими программами. Необходимо отметить, что на местном уровне муниципалитеты не остаются в стороне от реализации инициатив населения. В Самаре, например, проводится конкурс общественных проектов «Твой конструктор двора». По итогам 2021 года средства получили 190 проектов победителей. Также муниципалитеты активно работали над повышением бюджетных доходов. Велась работа над взысканием недоимок по платежам в бюджеты и государственные фонды. Также был перевыполнен план национального проекта «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства». Органы местного самоуправления работали и с другими вариантами привлечения средств в муниципалитеты. Так, в 2021 году общая сумма грамот, привлеченных в местные бюджеты и муниципальные организации, в два раза больше, чем в 2020 году. И она составляет более 300 миллионов рублей. Подводя итоги, Елена Лапушкина отметила, что работа ассоциации помогает лучше наладить диалог с жителями и быстрее, и качественнее решать возникающие вопросы. С этим согласился и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который отметил, что считает органы местного самоуправления важнейшим уровнем власти. «Именно вы ближе всего к людям, вы яснее видите их нужды, непосредственно влияете на жизнь людей. Это очень ответственная, сложная, но, по-моему сказать, самая нужная работа – помогать людям, исполняя важнейшие государственные задачи». 17-й съезд завершился работой профильных секций, где представители муниципальных образований делились опытом работы в своих районах и обсуждали новые рабочие проекты, которые помогут улучшить качество жизни в регионе. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, События. 31 мера поддержки и 17,5 миллиардов рублей. Столько выделяют в Самарской области для помощи семьям с детьми. Об этом и многом другом губернатор Дмитрий Азаров говорил на встрече с самарскими семьями, которую приурочили к празднику День Семьи. Его во всем мире отметят 15 мая. Подробности встречи расскажет Ольга Волкова. Как создать большую и крепкую семью, вырастить прекрасных детей и сохранить любовь на долгие годы? Супруги Сулеймановы точно знают ответ на эти вопросы. В браке 20 лет. Четверо детей. С гордостью называет свою семью спортивной. У нас четверо детей. Три сына и дочка, как в той сказке. Ребята у нас занимаются самбо, дочка, фитнес-аэробикой. Самое главное, чтобы было взаимопонимание в семье, чтобы была дружба, любовь. И тогда дети в любви и в радости, они растут замечательные. И таких эталонных семей в Самарской области много. Например, приемная семья Шишкиных за 40 лет брака вырастила 25 детей. Семья Захарьяш и Сызрани сейчас растит 8 приемных детей. Многодетные семьи поддерживаются государством. Приоритетное внимание этому вопросу уделяют по поручению президента. У нас 8 приемных детей. Шесть из наших деток подходят под социальные выплаты, которые назначил нам президент. Это с 8 до 17 лет. Мы уже оформили эти выплаты. С оформлением выплат у нас не возникло никаких проблем. Оформляли мы через МФЦ. Доброй традицией стали встречи семей Самарской области с губернатором Дмитрием Азаровым. Здесь не только душевные разговоры, но и эффективная обратная связь. Дружная семья является залогом и дружной России. Россия единой и Россия, конечно же, совершенно очевидно, великой. Меня искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире дружбе жили представители разных народов, много больших счастливых семей. Семей многодетных и семей многонациональных. Сейчас в России работают 31 мера поддержки семей. На эти цели выделено свыше 17,5 миллиардов рублей. Ольга Волкова, Максим Гусев. События. Санкциям вопреки. Космическая отрасль региона успешно справляется с импортозамещением. Сейчас флагман отрасли РКЦ «Прогресс» монтирует сразу три установки сварки трением с перемешиванием. Кроме того, на предприятии внедряются аддитивные технологии. Они позволяют получать детали сложной конфигурации, которые невозможно изготовить с традиционными методами. Об этом подробнее в сюжете. Здесь происходит наплавление изделия в вакууме. Это является принципиально отличительной особенностью при формировании заготовки. РКЦ «Прогресс» оказался в списке предприятий, в отношении которых объявлены санкции. Но космическая отрасль успешно справляется с импортозамещением. По словам руководства предприятия, все, что задумано на текущие и последующие годы, реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами. Устойчивая работа Центра позволяет чувствовать себя уверенно огромному количеству трудовых коллективов, которые входят в состав кооперации. Для нас это вызов, для нас это решение и нахождение новых технических и принципиальных решений в производстве ракет-носителей. И начиная с этого года, с 2014-го, исторически уже, мы находим эти решения, мы делаемся лучше, мы можем модернизировать свою производственную площадку, мы это делаем ежедневно. И все эти санкции, которые вводятся на нас дополнительно, они никак сегодня не сдерживают процесс производства. И еще раз говорю, когда мы находим ограничения, встречаемся с ограничением, мы всегда находим технические решения, как от этих ограничений уйти. Сейчас Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» монтирует сразу три суперсовременные установки – сварки трением с перемешиванием. Это процесс образования неразъемного соединения с помощью межатомных связей между частями за счет их нагревания, пластического деформирования и перемешивания сварным инструментом. Преимущество этой сварки в особой прочности соединения, стойкости к коррозии, а также экологической безопасности. Кроме того, на предприятии внедряются аддитивные технологии. Они позволяют получать детали сложной конфигурации, которые невозможно изготовить традиционными методами. В данном случае мы с вами можем наблюдать установку, которая позволяет формировать изделие именно аддитивным формированием. Не субтрактивным, как это происходит, то есть не механическое производство, а аддитивное. То есть процесс формирования заготовки происходит внутри объема вакуумной камеры. Это позволяет значительно сократить временные трудозатраты, затраты на приобретаемый материал, подготовку производства и много других ключевых факторов, которые составляют основу при расчете цены изделия. Метод сварки трением с перемешиванием используется для заваривания продольных швов ракеты-носителя «Союз-5». Прочность сварного шва при этом выше, чем при аргонно-дуговой сварке. Для производства ракет можно использовать более легкий материал – алюминиевый сплав 15-80. А если вес ракеты-носителя меньше, больше полезной нагрузки можно вывести на орбиту. Сегодня технологии позволяют делать это на больших толщинах. И для того, чтобы мы создавали перспективные ракеты-носители по прочности, удовлетворяющие требованиям заказчика, мы должны варить большие толщины. Толщины свыше 25 мм. Собственно, эта технология позволяет это делать с более высоким качеством, чем традиционный метод аргонно-дуговой сварки. Сейчас РКЦ «Прогресс» сосредоточен на проектировании и изготовлении двуступенчатой ракеты-носителя «Союз-5». Она полностью отечественного производства – металл, технологии, системы управления, станки и приборы. Активно обсуждается разработка перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-6». Виктория Шарая. События. Дорожный сезон в Самаре идет полным ходом. По улице Советской Армии на участке в границах Новосадовой и Пятой Просеке продолжается ремонт большими картами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Помимо обновления покрытия проезжей части, дорожные бригады приводят в порядок и парковочный карман вблизи остановки комплекс профилактуриев. Подробнее в нашем материале. На улице Советской Армии, несмотря на погоду, делают основание дорожного пирога для парковочного кармана. Асфальтобетонное покрытие пришло в негодность после долгой эксплуатации. И теперь подрядчик выполняет подготовительные работы на площадке. Парковочный карман общей площадью 600 квадратных метров появится вблизи остановки комплекс профилактуриев на улице Советской Армии. Работы на этом объекте предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Земляные работы мы провели в сухую погоду, то есть песчаное основание и земляное основание было выведено в сухую погоду, вплотнено. Сейчас зацепаем щебеночное основание. На данном участке задействованы 4 единицы техники, бригада из 5 человек и мастер. Дорожный пирог состоит из земляного и песчаного слоев, щебеночного основания и двух слоев асфальтобетонного покрытия. Толщина щебеночного основания – 26 сантиметров. Работы по устройству парковочного кармана планируют завершить к июню. В рамках национального проекта БКД выполняется ремонт улицы Советской армии на участке от 5-й просеки до Новосадовой. В рамках данного проекта было выполнено уже устройство по основному ходу порядка 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Помимо парковочного кармана приведут в порядок остановочную площадку, которая станет более удобной для водителей общественного транспорта и пассажиров. Юлия Василькина, Николай Сидоров, События. Награды вернулись к потомкам героя. В Самаре семье ветерана Михаила Сорокина передали дубликаты утраченных боевых наград прадеда, полученных за подвиги во время Великой Отечественной войны. Это стало возможным благодаря помощи депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Подробнее в сюжете. В семье Чекаловых историю знаменитого прадеда, героя СССР Михаила Сорокина знают все от мала до велика. Еще до начала Великой Отечественной войны при его участии был построен дом на пересечении Нового вокзальной и улицы Победы. Сейчас там памятная табличка. Затем он работал на железной дороге и мог не идти на войну. У него была бронь. Но Михаил Яковлевич выпросил направление и в конце 41-го попал в артиллерийское училище, а затем на фронт. В 42-м году он начал свой боевой путь, операцию «Уран», уже разгром под Сталинградом, паулицкой группировки. Вот он уже начал оттуда принимать участие в завершающей стадии. Потом битва Курской Духа, форсирование Днепра, за что он и получил Герой СССР. Вот он самый первый перебрался с батареи на другой берег Днепра. За этот подвиг Сорокин получил награду и звание майора, а через неделю погиб во время артиллерийского налета. Был похоронен на станции Василевича в Беларуси. После войны вдова героя выхлопотала вагон, в котором тело мужа привезла в Самару на перезахоронение. Трепетно в семье хранили медали и боевые ордена, но во время переезда они пропали. Чтобы восстановить награды, семья обратилась к депутату Государственной думы Александру Хинштейну. Тот взялся решить проблему. На монетном дворе напечатали дубликаты наград. Вот я стою и думаю, всего 8 дней человеку было суждено носить награду. Неделю с небольшим, 8 дней. И он ушел. И всегда, когда ты думаешь об этих людях, ты пытаешься поставить себя на их место и задаться вопросом, а ты смог бы, а ты бы не струсил, а ты бы выдержал. И я не знаю, как каждый из нас ответит на этот вопрос. И, наверное, на этот вопрос можно ответить только в условиях реальной боевой обстановки. Вот Михаил Сорокин смог. Дубликаты высших боевых наград, золотую звезду Героя Советского Союза и Орден Ленина, а также Орден Отечественной войны и Орден Александра Невского, которым награждали младших командиров за личное мужество и героизм, проявленные на фронте, родным герою вручили в День Победы 9 мая в Военно-историческом музее Приво. Сохранение памяти, наверное, это именно то, что позволяет нам оставаться теми, кто мы есть, русскими и россиянами. В этот день, когда проводится специальная операция на Украине, крайне важно помнить, против кого мы боремся, с кем мы боролись и за кого проливали кровь наши отцы и деды, и с кем сейчас борются наши ребята там на передовой. Родные решили подарить полученные награды музею. Скоро там появится стенд, посвященный герою СССР Михаилу Сорокину, чтобы все, кто приходит в музей, могли узнать о его подвигах. Виктория Шарая, Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Ветераны журналистики, преподаватели и студенты вузов сегодня почтили память ушедших журналистов губерния. Служба состоялась в Троице-Сергиевом храме. Традицию ежегодно вспоминать о коллегах в 1996 году заложили Самарское областное отделение Союза журналистов России и Архимандрит Георгий. На службе в Самарском храме побывала Ольга Павлова. Более 500 имен в скорбном списке областного союза журналистов и за каждым из них личность и профессионал своего дела. Бывший редактор газеты «Волжская коммуна» Валентина Жоголева пришла на службу в Троице-Сергиев храм, чтобы почтить память своих уже ушедших коллег, в числе которых ее муж-журналист Евгений Жоголев. Вот я не люблю таких громких слов, но они беззаветно служили своей профессии, чтобы на таких, как они были, Россия держалась. Я надеюсь, я вижу много молодых коллег, они то, что мы делали, они также продолжат. Впервые день поминовения журналистов прошел в Самаре в 1996 году. С тех пор ежегодно в память о работниках СМИ проводится богослужение. Они собирают вместе сотрудников средств массовой информации, ветеранов журналистики, а также преподавателей студентов профильных кафедр вузов. Только за последний год журналистское сообщество потеряло более 20 коллег, в их числе член Союза кинематографистов России Борис Кожин. За годы работы в кино он был редактором киножурналов по Волжье, современник, сценаристом более 40 картин. Конечно, мы никогда его не забудем, и память о нем будет жить всегда, пока мы живы с вами. В память об ушедших коллегах областным союзом журналистов учреждены ежегодные именные премии. С открытым забралом имени Валерия Иванова, личность в журналистике имени Валентины Неверовой, за вклад в развитие журналистики имени Натальи Мануйловой, и мастерство и откровения имени Геннадия Шабанова. В этом году богослужение в память об ушедших журналистах прошло в 26-й раз. Ольга Павлова, Григорий Пешаков, События. В связи с улучшениями эпидемиологической ситуации Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн приступил к штатной работе по оказанию плановой медицинской помощи. Общая мощность медучреждения – более 300 коек. Напомню, в октябре 2020 года лечебные учреждения перепрофилировали в инфекционный госпиталь для лечения больных COVID-19. Было развернуто 360 коек, сотрудники прошли необходимое обучение, госпиталь оснастили новым оборудованием. За весь период работы инфекционного госпиталя помощь получили более 9 тысяч жителей региона. Свыше 70% составляли пациенты старшего возраста, которые поступали на госпитализацию с дыхательной недостаточностью и наличием сопутствующих заболеваний. 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Коллектив Самарского колледжа имени Нины Ляпиной устроил праздничный концерт, во время которого выдающихся специалистов среднего звена наградили почетными грамотами. Поздравили студентов и сотрудников депутаты Самарской губернской думы, члены комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Как прошел праздник, расскажем далее. Ежегодно колледж имени Нины Ляпиной выпускает около тысячи специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Среди них и медицинские сестры. Люди этой профессии наряду с врачами вносят неоценимый вклад в здоровье населения. 12 мая в России чествуют медсестер. Благодаря, в том числе их усилиям, достигается общий результат работы. Без медицинской сестры невозможно ни одна, ни врачебная манипуляция, ни одна операция, ни рождение ребенка, никакое действие в медицине не может происходить без медицинской сестры. Прошедшие два пандемийных года стали настоящим вызовом для медработников региона. И еще раз доказали, что роль медицинской сестры неоценима, отметили члены комитета губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике. Благодаря изменениям в системе подготовки кадров и инструментария, медицинские сестры смогли вести прием пациентов, тем самым облегчая работу врачей. Я прошу вас, дорогие студенты, оценить вот все то, что происходит в стенах нашего учреждения. И когда вы будете стоять в постели больного, будьте, пожалуйста, милосердны, профессиональны, терпеливы и поступайте с пациентом так, как вы бы хотели, чтобы относились к вашей маме. В Самарской области трудится более 25 тысяч медицинских работников среднего звена. Большинство из них получили специальность в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной, качество образования в котором на высоком уровне, в том числе благодаря поддержке правительства региона. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Самарская область вошла в топ-5 регионов России по количеству вакансий для медсестер. На область приходится 4% предложений от общего числа вакансий для медсестер в стране. Это выяснили аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы. Больше всего предложений о трудоустройстве в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и замыкает пятерку Самарский регион, где с начала года работодатели разместили около тысячи профильных предложений для соискателей. С начала 2022-го средний уровень предлагаемой зарплаты для медсестер составил 28 700 рублей. В прошлом году было 26 тысяч. В областной столице средняя предлагаемая зарплата 31 600 рублей. В Тольятти 29 300, в Сызране 22 000. По России средняя предлагаемая зарплата для медсестер 35 000 рублей. Самарские теннисистки выступают на престижном турнире в Риме. Гандболистки «Лады» проиграли первый матч полуфинала Российской Суперлиги, а тольяттинские хоккеисты пополняют состав новыми игроками. Подробнее в нашей спортивной рубрике. В Риме проходит теннисный грунтовый турнир категории WTA 1000. В соревновании принимают участие самарские спортсменки. Анастасия Павлюченкова вышла в 1-8 финала парного разряда вместе с Вероникой Кудерметовой. В упорной борьбе они обыграли американок Кори Гауф и Джесси Купегулу со счетом 5-7, 6-2, 11-9. Матч продлился 1 час 25 минут, а вот в личном разряде Анастасия уступила в первом раунде 6-1, 2-6, 2-6 канадке Лейли Фернандес, которая во втором раунде проиграла другой уроженке Самарской области Дарьей Касаткиной. Встреча шла 2 часа 45 минут, Дарья сделала 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейкпоинтов. И в итоге победила 4-6, 6-3, 7-6. Следующей соперницей Касаткиной станет испанка Паула Бадоса, посеянная на турнире под вторым номером. Гонбалистки Тольяттинской Лады дома уступили в первом матче полуфинала Российской Суперлигии Ростов-Дону. На протяжении первого тайма гости постепенно наращивали свое преимущество и к перерыву лидировали с разницей 8 очков. Во втором тайме характер матча не изменился, отрыв ростовчанок достиг 18 очков. Но в концовке игроки Лады смогли сократить счет и оставить себе минимальные шансы на выход в финал перед ответной встречей. Итог 30-43 в пользу Ростов-Дона. А хоккеисты Тольяттинской Лады готовятся к следующему сезону. Сейчас клуб проводит активную трансферную кампанию. Накануне контракт на один год с Тольяттинцами подписал голкипер Вадим Никитин. В минувшем сезоне он сыграл за АКМ в 27 матчах, заработал коэффициент надежности 2,52 и отразил более 91% бросков по своим воротам. Заканчивал сезон Вадим в Молоте, где принял участие в 7 матчах регулярного чемпионата и одном матче плей-офф. Также клуб «Лада» произвел обмен со «Спартаком», по результатам которого в московский клуб отправились нападающие Артем Жук и Александр Пономарев. Взамен Тольяттинский клуб получил защитника Павла Медведева. Он в минувшем сезоне выступал за фарм-клуб «Спартака» в ВХЛ «Химик». В 50 матчах регулярного чемпионата он набрал 21 очко, став лучшим бомбардиром-защитником команды. В 11 матчах плей-офф Павел заработал 6 очков. В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» стартовал первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» со стороны дублера Московского шоссе до границ храма. Логичным завершением станет обновление оставшейся части парка в границах улиц Старозагора и Воронежской. Уже в следующем году здесь могут обустроить зоны отдыха, планируется очистить водоемы, благоустроить береговую линию и организовать площадку для выгла собак. Для этого необходимо проголосовать за преображение оставшейся части парка. Голосование продлится до 30 мая на федеральной платформе 63.городсреда.ру. В голосовании участвуют 20 общественных пространств по всему городу, сообщает телеграм-канал «Вести» с Дворянской. 20 мая в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на грядущий учебный год, пишет телеграм-канал администрации Самарского района. Для успешной регистрации родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. При обнаружении неточностей необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление изменений. Телеграм-канал администрации Красноглинского района призывает остерегаться клещей. Наиболее активны они в разгар весны и начале лета. Находясь на природе, нужно избегать влажных затененных мест с густым подлеском и травостоем. Без надобности не надо забираться в молодые поросли осинника и малинника, где клещи встречаются чаще всего. Много клещей обитает по обочинам лесных труб и дорог, на ветках небольших кустов и на стеблях травы. Извлеченных клещей нужно отнести в Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области на Метерево-1. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости также и на официальном сайте СамарГИС, на страничках в Одноклассниках в ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok